Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем мышление инвесторов, говорим о формировании инвестиционных портфелей. Сегодня у нас продолжается формат некое интервью. У нас есть популярный вопрос, который встречается в комментариях. Давайте мы попросим Злату этот вопрос озвучить. Максим, приветствую! Что выбирать? Акции роста или акции стоимости? Хороший вопрос. Один из любимых вопросов. И вообще там вся моя коммуникация в 2022 году посвящена этому. И так он снова возникает. Мы в январе проводили конференцию. И когда готовилась команда к этой конференции, у нас было 12 инвестиционных стратегий от ведущих инвестиционных домов, начиная от российских компаний, заканчивая международными компаниями. И я, когда изучал эти материалы, заметил очень интересную тенденцию. Тенденция заключается в том, что там есть такой красной нитью, практически везде это проходит. Я именно это заметил. Но это не в прямую говорится, да, то есть единицы, кто это в прямую заявляет. Это говорится между строк. Что значит говорится между строк? Вообще все аналитики, особенно после 2007-2008 годов кризиса на рынке ипотечного кредитования США, они столкнулись с кризисом доверия. И аналитики, и рейтинговое агентство. То есть, чтобы про это узнать более подробно, можете посмотреть фильм «Игра на понижение», когда вот одни из участников этой операции приходят в рейтинговое агентство, стандартный курс к женщине такой в очках, которые увеличивают, которые как раз таки рейтингуют, и начинают задавать ей вопросы. Скажите, как вы на выпуск облигаций, которые обеспечены субстандартными кредитами, по которым 90% неплатежей, вы, изучая эти кредиты, которыми обеспечен выпуск этих облигаций, пишете ААА надежности? То есть, вы же видите, что по ним идут значительные просрочки, то есть платежей нету. Как вы можете на это шлепать свою высший уровень надежности, ААА, рейтинг надежности? Если мы не присвоим рейтинг, они уйдут в модис, в двух шагах отсюда. Если откажемся с ними работать, они уйдут конкурентам. Мы не виноваты. Просто так все устроено в мире. Вот дерьмо. Да, вижу, вы поняли. На что она там смотрит, так очки опускает, внимательно смотрит, говорит, а кто вы такие вообще? И то есть, нам банки платят деньги за эти рейтинги. То есть, они нас кормят, по сути, и, в принципе, мы должны писать. Ну, то есть, посмотрите, на самом деле, еще раз фильм «Игру на понижение». Почему я про это рассказываю? Я это рассказываю про то, что многие инвестиционные дома, аналитики, они не могут не указывать на определенные риски, но они не делают это впрямую. Так как эту аналитику читают все клиенты. И с маленькими счетами, и со средними счетами, и с большими крупными счетами. И поэтому они, соответственно, должны это написать, но при этом клиенты, которые имеют большие счета, они получают эту аналитику в сопровождении, ну, то есть, на встрече или с Элзом, или с аналитиком, который это написал, который, в принципе, объясняет, разъясняет, что он хотел сказать. А говорят они все, в принципе, в один голос, что эпоха, эпоха великой умеренности, да, то есть, в частности, в кредит-свистах написано, эпоха великой умеренности последних десятилетий подходит к концу. И год 2022 мы увидим первые признаки слома этой эпохи. Это эпоха, когда стоимость денег завтра всегда меньше, чем вчера. То есть, когда процентные ставки, стоимость денег постоянно снижается. Это было в Америке, это было в Европе, в какой-то степени это было и в России там со временем. То есть, это вот эпоха великой умеренности. Первая, она связана с тем, что деньги дешевели, и в какой-то момент они просто ставили стоить ноль и их начали печатать. И вот эта вот эпоха заканчивается. Когда заканчивается эта эпоха? Эпоха акций роста. Почему? Давайте постараюсь на пальцах вам сейчас это рассказать и объяснить. Получается, на акциях стоимость можно зарабатывать даже больше, чем на акциях роста? Не совсем правильный вопрос сформулирован. Не то, что не совсем больше. Что значит зарабатывать? То есть, акции роста, они на самом деле могут дать больше доходности. Смотрим. 80-й год. Инфляция галлопирующая. Последствия там нефтяного шока, который был там в 75-76 годах. И инфляция в небесах. Приходит там непопулярный глава федеральной резервной системы. Взрывает просто рынок, повышая процентную ставку там до 20% федеральная резервная система. Соответственно, доходность банковских депозитов тоже увеличивается. В этот же период, условно назовем, создается некий Apple. И приходит Стив Джобс и говорит, там, ребята, у меня есть там новая технология. Вот компьютер, Mac. Что-то начинает он разрабатывать. Почему не можешь найти инвестора? Ну, то есть, почему вот это все зарождалось в среде каких-то гиков? Да, то есть, фанатов, которые вот просто покупают и это делают. Потому что, если бы он приходил к обычному инвестору, что инвестор в этот момент имел? То есть, капиталист, у которого есть в первую очередь финансовый ресурс. Он говорил, дружище, вот смотри, инфляция 15-17%. Я могу получить ставку по депозиту 17%. То есть, для того, чтобы я пришел и проинвестировал в тебя, ты мне должен показать, где ты мне обеспечишь доходность 17%. Мало того, ты будешь работать в среде, где стоимость денег 17%. Ты будешь работать в среде, где стоимость кредита, кредитных карт составляет там 35-40%. Ты будешь работать в среде, где стоимость кредитования для бизнеса на инвестиционные проекты составляет 25%. И поэтому получается, что компания Роста, которая вот только зарождается, у нее есть только идея. Ей нужен финансовый капитал для того, чтобы двигаться. Из-за того, что стоимость денег очень высокая, потребительская активность ужата. То есть, люди особо не покупают. То есть, там не до жира. То есть, там бы обеспечить текущее потребление. Они в завтрашний день не верят. Их в любой момент могут уволить. И, соответственно, на этом фоне получается, что инвестор, он точно так же, он же не дурак. Он же на это тоже ориентируется. Он говорит, блин, понимаешь, дружище, я бы, может, в тебя бы и вложил. Но риски очень высокие, да. То есть, я могу без рискового получить там ставку 17-20%. Я могу, на самом деле, купить акции компании General Electric, да, которая продает лампочки, которая продает оборудование для медицины, которая очень хорошо управляет своей долговой нагрузкой, которая работает со своей маржинальностью, которая обслуживает долг, замещает его, да. То есть, у них есть финансовый директор, которая является компанией стоимости, которая инфляционные риски перекладывает на потребителя. И, соответственно, она мне будет выплачивать доход в форме дивидендов, который я буду реинвестировать в эту же General Electric. И поэтому, дружище, на тебя, то есть, в такие промежутки времени, акции роста для человека становятся фактически венчурной инвестицией, высокорисковой инвестицией. Потому что компания должна развиваться, ей нужно для этого финансировать. Можно рассчитывать на акционерное финансирование, но, опять-таки, акционер, он точно так же будет размышлять. Не становить акционером новой компании, которая в гараже собирает компьютеры, или мне положить деньги на депозит под 15-20%. И поэтому получается, что когда высокая инфляция, высокие процентные ставки, то акции роста, они находятся под давлением. То есть, вот там есть график у Атона в презентации, как раз-таки они показывают, что с 1975 года акции роста уступали своей доходности акциям стоимости. Потому что акция стоимости позволяла, опять-таки, увеличивать долю владения за счет получаемых дивидендов. Современное поколение, то есть, что такое современное поколение? Это люди-инвесторы, которые инвестируют последние 15 лет. Потому что с 2005 года началась вот эта вот тенденция. И получается, с 2005 года инвесторы сравнивали доходность. Что он получает в акциях роста и что он покупает в акциях стоимости. Но в ситуации, когда у тебя процентная ставка 0, и мало того, что у тебя процентная ставка 0, тебе еще деньги сверху печатают, то тот же самый инвестор понимает, который в 80-м году показывал балалайку основателю Apple, опять же условного какого, то в этом случае он говорит, так, процентная ставка 0, на депозите я получаю 0,5, 1%. Мало того, еще деньги печатаются. В принципе, я могу рискнуть. То есть, я могу рискнуть не потому, что я готов рисковать, а потому что инструменты с фиксированным доходом, надежные инструменты, нет инструментов, которые покрывают инфляцию. Просто нет. Потому что если я покупаю долгосрочные облигации, 10-летние с доходностью 1,6 и инфляции 2,5, у меня реальная доходность отрицательная. Когда я покупаю там широкий индекс акций индексных, ну, то есть, которые входят в индекс и акции роста, и акции стоимости, из-за того, что акций роста очень много, а акции стоимости все время сокращаются, потому что акции роста растут достаточно агрессивно, соответственно, те дивиденды, которые выплачивают акции компаний стоимости, они размываются на акции роста, и у меня итоговая доходность всего индекса, если я вот индекс широкий покупаю, составляет 1,5%. 1,7%. И в этом случае я понимаю, опять-таки, доходность 1,7% при инфляции 2,5%. Опять у меня реальная доходность, она отрицательная. И, конечно же, в этой ситуации я буду смотреть, ну, там, где я могу хоть какую-то доходность получить, это акции роста. И сижу, соответственно, ищу звездных управляющих, которые там, типа Кэти Вудс, которые как раз-таки разбираются в акциях компании роста, могут там определить новые тренды, нанимаю себе кучу аналитиков, ориентируясь на хедж-фонды, которые занимаются операциями именно на растущих акциях. И, соответственно, все население, то есть, ну, это продолжается на протяжении 15 лет. У тебя, получается, реальная доходность все более и более отрицательная становится. И ты в этом случае начинаешь заходить в акции роста. И, в принципе, логика в этом какая-то есть. До определенной поры. До поры, связанной с тем, что у тебя инфляция начинает достигать таких значений, что ты начинаешь понимать, что это уже не временный характер, а это постоянный характер. Инфляция, соответственно, будет расти. И ты такой, блин, но если инфляция будет расти, процентную ставку будут повышать. Если сейчас для акции роста поднять процентную ставку хотя бы на 1%, там 70% как ветром сдует. И ты такой, перейду-ка я в акции компании стоимости. Пусть это будет 4%, я не буду покупать индекс. Меня не интересует там в структуре индекса 60-70% акции роста и только 30-40% акций стоимости. Я лучше куплю отдельно там или стоимостной какой-то индекс, или дивидендный портфель. Но я буду концентрироваться именно на акциях компании стоимости, у которых низкий долг, у которых стабильные балансы, у которых может быть хорошая маржинальность, которая отдает значительную долю прибыли акционерам. Или отдает пока незначительную, но дивидендная доходность хорошая. Это вообще must-have. У нас как раз-таки мы на этом съезде, про который я говорил, мы как раз-таки и оцениваем компании, у которых или дивиденды сами по себе хорошие, или дивиденды маленькие, но высокая маржинальность, высокие темпы роста, и пока что они не очень много дивидендов платят. Соответственно, они начнут платить больше дивидендов, будут получать больше денежного потока. И чем раньше люди это поймут и осознают, а это будут единицы, потому что ты жил в парадигме, 15 лет постоянно доход тебе давали акции роста. На акции стоимости они тебе вообще были неинтересны, зачем тебе куда-то вкладывать с дивидендами 5-7% или 4-7%, когда у тебя там акция роста может сделать x1, x2, x3. И это абсолютное большинство людей, которые вот сейчас сидят в рынке. То есть отмотать 15 лет, да, то есть сколько там среднего возраста инвестора лет 35-40, минус 15, это получается сколько, 20-25. становление инвесторов происходило в эту парадигму. А парадигма, она быстро не меняется. Потому что мозг, он очень тяжело трансформируется. И он не готов воспринимать каких-то альтернатив, тем более, если он у тебя подтверждается положительным опытом. То есть положительное подтвердение, петля обратной связи, у тебя формируются определенные установки, убеждения, ты говоришь, акция роста – это лучшее, что может быть. Буду непосредственно покупать. А если арк-инвес падает, я буду усредняться на этом падении. Ну и сольешь в итоге депозит. Я не говорю, что кардинально поменять стратегию. Я говорю, что просто попытаться услышать меня, понять мою аргументацию и понять на самом деле, что происходит с инфляцией, какие факторы на это влияют, какие из них временные, какие из них постоянные. Потому что это в конечном счете будет увеличивать стоимость денег. А когда стоимость денег будет высокая, ключевой момент будет, какую прибыль зарабатывает компания, есть ли у нее денежный поток, и будет ли у нее этот денежный поток, если стоимость денег увеличится в 2-3 раза. Потому что ты можешь сидеть в акции компании роста, и она может показывать рост выручки, но когда стоимость денег увеличится на 1-1,5%, компания фактически банкрот. И там уже поздно будет. Ну, что называется, пить боржоми, когда почки отказали. Здесь, вот, ребалансировать из акции роста в акции стоимости. Это некая такая тенденция, которая в крупных фондах прослеживается, которая прослеживается мною в работе с моими клиентами, у которых только 200 миллионов, которых лично веду. Там действительно они эту информацию получают, аналитики об этом заявляют, но просто это идет не публично. Это перетекание, да. Упала компания роста, значит докупать. Не хватает денег, чтобы докупить, значит взять леверидж, да. То есть и сидят вот в этих акциях с плечами. Даже вот просто я про себя думаю, как бы я хотел встречать, даже если теоретически у меня есть плечок. Я бы хотел, чтобы у меня эти заемные деньги были размещены в компании, которая вообще ни копейки мне не отдает. Она просто тупо не зарабатывает прибыль чистую, чтобы мне выплатить дивиденды. Или же она, соответственно, зарабатывает прибыль, она выплачивает дивиденды, и как минимум я долг могу обслуживать за счет этого. Ну, вот такие некие рассуждения, да. То есть суть заключается в том, что не то, что что добавить. То есть резюмируя данное видео, нужно сказать о том, что есть хорошая книжка у Рея Далио «Принципы». Мы тоже как бы о ней говорили. И суть очень важная, очень интересная суть. То есть, а как Рея Далио сам признает это, ну, описывает свой путь, что он прогнозировал, как прогнозировал, на основе экономических циклов, как он использовал заемный капитал, как он обанкротился. В итоге он оказался прав. Он оказался прав, но это произошло чуть позже. Ну, не чуть позже, а значительно позже. То есть он именно попал в ситуацию, которая называется как «рынок может быть рационален дольше, чем вы кредитоспособны». И после этого, соответственно, был выработан принцип. То есть ты можешь строить определенные гипотезы, ты можешь изучать фундаментальный анализ, ты можешь это все понимать, ты можешь все это осознавать. Я, допустим, сторонник стоимостного инвестирования, я сторонник того, чтобы получать дивидендные доходы, чтобы больше покупать акции компании стоимости на основе своего опыта, большого объема данных о доходности растущих и стоимостных акций, какую доходность они показывают, что на это влияет. И то, что хочется сказать, то, что хочется донести и то, что он говорит в своих принципах. Когда ты во что-то веришь, когда ты что-то изучил, мозг начинает, соответственно, опять-таки в рамках петли обратной связи получать положительные подтверждения. То есть если вот ты что-то для себя решил, то всю аналитику, которую ты будешь читать, она будет как бы аргументировать вот твое мнение. Другой человек может прочитать, ну быть адептом акции компании роста, он прочитает всю ту же аналитику, которую прочитал я, и он скажет, блин, ребят, тут все в один голос говорят, что нужно покупать акции компании роста. И приведет свои доводы к определенным фактам, и, соответственно, вот это вот прикрутит. И поэтому Рейдалио говорит, ребят, будьте открыты ко мнению. Не надо быть снобами, да, то есть не надо футболить. Если вы слышите какое-то мнение, отлично от вашего, да, если оно аргументировано, то имеет смысл принять его во внимание и в своих действиях допустить, что такое действительно может быть. Это один из принципов, в которых сейчас руководствуется Рейдалио. Это один из принципов, которыми руководствуюсь я после 2017 года, когда у меня тоже было, вот я вот в это верю, да, и плевать все. То есть и разрыв собственного капитала, и клиенты, в принципе, тоже имели убытки. И поэтому получается, что я прислушиваюсь ко мнению других. И то, про что мы поговорили сегодня, это не заключается задачей переубедить в чем-то. Это говорит о том, чтобы там расширить свое сознание и стать открытым к тому, ну, то есть действительно прислушаться, услышать это и посмотреть, насколько твой портфель, возможно, следующие там 2-3 года по-прежнему будут акциями роста. И опять они будут рулить и будут показывать сверхвысокую доходность. Но, может быть, стоит к этому прислушаться. И вопрос встретить, если вдруг такое событие произойдет, а оно все-таки мной аргументировано, то иметь хоть какую-то страховку на этот случай, да, то есть иметь компании, или иметь компании стоимости в портфеле. Или, как минимум, если уж вы ориентируетесь на компании роста, пусть эти компании роста хоть какими-то элементами, ну, то есть есть же компании, которые уже переходят из фазы роста в фазу стоимостной компании, может быть, найти балансы здесь. Может быть, сократить долю акции компании роста и купить акции компании стоимость. Но, как минимум, просто быть открытым к этому и подстраховаться. Другие люди вот являются, допустим, адептами криптовалюты. Вот мне не нравится, я привожу свои аргументы какие-то. Люди говорят, все чушь, криптовалюта forever, да. И, с другой стороны, я тоже здесь, получается, что в какой-то степени я футболю это. Но аргументы, которые приводятся, я их слышу, я на них обращаю внимание. И сказать, что я не инвестирую в крипто-направление, я инвестирую в технологию блокчейна. То есть я вижу, в чем преимущество, но я это делаю там по своим принципам. Потому что я вижу здесь определенные технологические моменты, которые могут действительно обеспечить меня доходом. Но в рамках основного моего портфеля это не так много, даже если я потеряю. То же самое можно сказать про Рея Далю, который много чего говорит. И который, в принципе, на 3-5% в личный портфель, не в клиентский, в личный портфель добавляет эти инструменты. Это опять как раз-таки говорит о его гибкости. Гибкости в принятии инвестиционных решений. И здесь получается, что данное видео, оно больше посвящено не в том, чтобы переубедить в чем-то. Опять-таки, факты, аргументы, графики. Я это все предоставлю непосредственно в видео, будет видно. Но я просто призываю к открытости. То есть это как раз-таки в первую очередь развитие инвесторского мышления, а не формирование портфеля. Вот мышление инвестора, оно такое открытое, понятное, неконфликтующая готовность слышать и принимать решение, менять свой инвестиционный портфель, делая допущение, что такое действительно может произойти. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментарии, сколько в вашем инвестиционном портфеле сейчас акций роста, сколько акций стоимости, как вы самостоятельно это оцениваете. Как вам данная концепция? Для меня это будет интересно, полезно. Может быть, еще есть какие-то нераскрытые вопросы, которые требуют осветить именно данная тематика. Будет очень полезно для меня. Я подтверждаю свое мнение, что я открыт к конструктивной критике. Возможно, у вас есть реально конструктивные аргументы, связанные с тем, что акции роста могут еще какое-то время показывать привлекательную доходность. Именно я изменю свое мнение в этом отношении. И, может быть, добавлю акции роста, какие-то отдельные имена, которые, на ваш взгляд, могут являться интересными. Желательно, друзья, все-таки с аргументами. Не просто вот мое мнение, что ты, Максим, не прав, а аргументированные, с цифрами, с показателями, с обоснованием, почему это так. Полезно будет мне, полезно будет всем нашим участникам. Давайте развивать наше сообщество единомышленников. Подписывайтесь на канал. С вами был Максим Петров. До свидания и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok